Два. Куда ты голос свой деваешь? Куда вот это ты делаешь? У тебя это главное движение. То есть ты уходишь от меня. Раз. Закрепила. Два. Закрепила. Три. Закрепила. Я сейчас делаю раз. Слышь голос куда едет. Давай. Раз. Два. Три. Теперь смотри какой у тебя палец. Вот траекторию. Держи рукой. А рука у тебя никакая. Давай. Неси голос свой. Возьми его в ручку. Взяла. Он весит. Хорошо. Хорошо. А теперь раз. Давай. Раз. Два. А теперь сюда. Он падает здесь. Слышите? А теперь здесь. Давай. Вот где моя рука. Раз. Два. Смотри. Я руку тут показываю. Она сюда делает. Где глаза, там и голос. Давай. Туда смотри. Ку-ку. Сюда. На руку. На что тут? Держи ее. Прямо в центре ладони. Давай. Раз. Два. Руку я что держу? А ты сюда отправляешь? Значит что еще? Напишите. Очень важно в речи. Сели пока. Поняла в чем я? А теперь давай ты посчитай. Вот. А теперь вот посчитай. Вот так вот. Начинаю считать. Салышка. Раз. Два. Ну на каждую. Смотри. Глаза. Не туда сел. Раз. Три. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Так. Хорошо. 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 Да. А теперь скажи мне пожалуйста. Вот скажи Алла Александровна. Я пришла сюда учиться для того, чтобы у меня не было паразитов. Слов паразитов в речи. Значит как собирается? Подожди. Алла Александровна. Объект. Я сюда пришла. Да? Чтобы у меня не было паразитов в речи. Что главное паразитов. Сюда все тяни. Давай. Алла Александровна. Я сюда пришла для того, чтобы у меня не было паразитов в моей речи. Это отмечуете? Значит. Вы должны. Очень важно в речи. Вы должны. Сейчас напомнишь. Ты права. Значит. Смотрите. Очень важно, чтобы глаза и ноги. Два конца вашего тела. Участвовали. И глаза как бы выводят речь в пространство. А за глазами идет язык. Вот если вы глаза напряжете, заметите, что с языком у вас получается. Вот сюда. Очень внимательно посмотрели сюда. Ну, просмотрели. Что у меня на кольце? Свят. Падает. И где ваш... Вот. А вот. А где ваш голос? Что языком? С языком получается. Куда полез язык? Убрали. Посмотрели вниз. На пол. Посмотрели на пол. Так. А теперь опять сюда посмотрели. Куда установился язык ваш? На небо. В небо. Он ближе сюда приблизился. Правильно? В небо. Он сюда приближается. То есть. И тут очень такая хитрая история получается. Попробовали. Вот. Можно руку так поднять? Вот поднимите. Вот как попало. Поднимите руку. А теперь ее поднимите от этого сустава. Вот зафиксировали. Разницу видите? Да. Еще раз. Вот. Вот просто. А сюда. И от сустава подняли руку. А ты что сидишь? Так. Подняли руку. Так. Еще раз спустили. Подняли руку. Разница есть? А теперь подняли от конца руки. Разница есть? Вот так и голод. Он должен подниматься от всего тела. Теперь. Значит, попробовали и сделали так. представили, что это ваша большая пасть, как у крокодила. И сказали. А. А. Да. А. Что вы здесь почувствовали в челюсти? Что почувствовали? Напряжение. Напряжение. У вас рот раскрылся не здесь, а здесь. Да. Значит, когда раскрываете здесь рот, челюсть всегда будет зажата. Вот приучитесь. Вот челюсть раскрывается здесь. Вот. И у кого? Вот у тебя зажатая речь. Это я просто даю. Тебя как зовут? Меня? Да, тебя. А. Никита. Никита. Вот для тебя, Никита, зажатая челюсть. Я это вижу прямо по лицу. Значит, что тебе надо сделать? Сейчас мы с тобой... Посчитай до 10, пожалуйста. Считай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Спасибо. Теперь, Никита, у тебя хорошая дикция. Но у тебя как раз и у всех этот зажим в какой-то степени присутствует. Сейчас это не отдельный недостаток Никита. Так, вот знаете, чтобы вы понимали, что если я вам что-то говорю и кого-то выбираю, это не для того, чтобы ему сказать, вот ты там самый плохой или чего-то. А просто-напросто на тебе это очень хорошо видно. Вот. Может, у кого-то еще и хуже с челюстью. А на тебе видно, потому что у тебя так устроено лицо. Значит, смотри. Вот теперь все размяли челюсть. Там пусть даже чуть-чуть больно будет. Не задирай подбородок. Вот. Уперлись, и чтобы всегда был подбородок опущен. А теперь сказали. Ма-а-а. Открыли себе челюсть. Ма-а-а. Открывайте рукой челюсть до конца. Ма-а-а. До конца. И не захлопайте ее, как мышеловку. Так, Аллочка, это последние люди, больше я никого не приму, иначе у меня бардак тот будет. Он уже начался. Поехали. Значит, рот у нас раскрывается здесь. И почему говорят артикуляция, да? Это латинское слово, или по-французски я пронесла. Это любые суставы. То есть речь, особенно дикция, держится на суставах. А гласная должна быть все время, челюсть должна быть очень мягкая. А теперь мы скажем, немножко переменим ударение, это для упражнения, твое имя, да? И ты скажи, Никита. Хорошо, сделаем все. Никита. Вот, Никита. Да? А теперь ты мне вот с этим ощущением, подержи тут ручки. Вот, и с этим ощущением скажи, меня зовут Никита. Меня зовут? Нет. Меня? Меня? У тебя же такой голос, у тебя баритон. У тебя очень хороший, ты говоришь все время в верхнем регистре. Это сейчас вопрос идет о регистре, потому что когда челюсть зажата, то голос очень сужается. Вот. А теперь скажи, ножки напряги, покры напряги, и скажи, меня? Меня зовут? Меня зовут? Меня зовут? Никита. Зовут, нет, зовут не сказал. Зовут? Зовут Никита. Слышите? Да. Еще раз, еще раз, давай. Меня зовут Никита. Вот его голос, ребят. Значит, когда вы зажимаете челюсть, у вас работает, то есть он тоже срезает как бы голос. А у тебя там такие хорошие голосовые возможности, да еще при хорошей дикции, что теперь как это удерживать? Вот как это удерживать? Ну, во-первых, тут размяли, тут размяли. А потом, вот сделали это, я упражнение придумаю на ходу, потому что вот я вижу, что этой публике надо вот так сделать. Вот, да и все. Вот, скажите так, меня, ну, пошли все вместе. Меня зовут Никита. Еще раз. Меня. А глаза крокодильям. Надо сделать. Крокодильям глаза. Потому что каждый звук имеет свои глаза. Вот в данном случае мы делаем крокодиль. Сделали крокодильям глаза. Увидел добычу. А теперь разголпасть. Поехали. Меня. Зубы еще. Зовут. Зубы покажите. Зубы, вот они, зубы. Никита. Да. Теперь скажи еще раз. Меня. Давай, разгуляйся. Меня. Меня. Нет. Меня. Нет, вот. Меня зовут Никита. Ну, хорошо. Это как правописание. Значит, нужно просто знать секрет. Знать, как, ну, как спорт, как удар, там, как бокс, там, как езда на велосипеде. Нужно знать правила. И вот этих правил мы часто не знаем. Мы говорим, что там лежит, я скажу, а вот мы делаем, что голос у нас становится бабей. Кстати, девки идут на голос. Ну, как рыба идет на червячка, а девки и женщины идут на голос. И вот, заметьте, актеры, у которых низкий, звучный голос, они пользуются очень большим успехом. Даже если у него мордоворот, он все равно будет пользоваться этим успехом. Вот, Джигарханин, он сто лет в обед, а он все равно секс-бомбом. Поняли, да, в чем делают? Вот, поэтому, мальчики, имейте в виду. Нижний регистр. Потом он сохраняет сексуальную долговечность. Вот, значит, поняли, да, в чем делают? Вот, теперь, напомним мне. Очень важно в речи. И все, я тут остановлюсь. Ну, ноги, что, важно, ладно. Чтобы глаза и ноги... Сейчас, 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 понедоспомнила. Сейчас я такое ищу, чтобы вы это запомнили хорошо. Вот для чего я всякие слова придумаю про крокодила. Ведь вот, вы, может, и другого чего не запомните, а про крокодила... Ну, уже нельзя лочка пускать никого. Я в сезонную зону прилетелась. А? Михаил, это наши терморские друзья. Какие? Никто. Ну и... Все, пошли. И больше никого. Хорошо. Потому что на середине человек попадает, он просто мешает всем. Хорошо. Потом вот это хождение по ногам. То есть у них хождение, а у нас ноги.